Из-за событий на Украине жители Донецкой и Луганской областей бросают свои дома, машины, имущества и пересекают границу на пути в Россию. Славянский район стал одним из тех, кто протянул руку помощи украинским беженцам. На днях глава города посетил одну из семей, покинувших свою страну. Подробности в следующем материале выпуска. Елена Пимонова вместе со своим 12-летним сыном приехала из Луганской области. Там остались практически все – муж, родители и другие родственники. Добиралась женщина до Славянска-на-Кубани долго. Маме с сыном пришлось нанять машину, которая перевезла их через границу. Затем они приехали в Ростов-на-Дону и только потом в Славянск-на-Кубани. Елена признаётся о том, что было в Луганской области, вспоминать тяжело. «Там было страшно. Стреляли, не спали. Зачистка обещали, что будет». Навестить семью беженцев на днях пришёл глава города Александр Коновалов, который поинтересовался, чем им необходимо помочь. Елена Пимонова объяснила, что они не взяли с собой практически никаких вещей, необходимых лекарств. Глава города взял этот вопрос на контроль и пообещал оказать содействие. В Санске-на-Кубани граждан Украины из Донецкой и Луганской областей становится всё больше. В основном это женщины и дети. Оказанием помощи занимается оперативный штаб, который организован в городе и районе. Любой житель района может оказать помощь людям, попавшим в беду. Если вы готовы принять беженцев, обращайтесь по телефону 8 861 46 4 15 81 или по круглосуточному телефону дежурного администрации 8 861 46 4 11 12. В настоящее время работа по оказанию гуманитарной помощи гражданам Украины прибывшим в Славянский район продолжается. Пункт сбора помощи расположен по адресу улица Школьная 320. Тина Копачевская, Сергей Тимовский, программа События.